Всем привет, друзья! С самого детства нас учат, что девочки носят розовое и играют в куклы, а мальчики синие и играют в солдатики. К счастью, мир быстро меняется, и сегодня такое жесткое разделение уже становится пережитком прошлого. Например, парни вполне могут блистать на подиуме, а девушки качаться в зале и ставить мировые рекорды по поднятым весам. А если у вас еще есть в этом какие-то сомнения, то сегодня мы их окончательно развеем. Но прежде чем мы начнем, не забывайте подписаться на наш канал, так познавательных видео в вашей ленте будет еще больше. Поехали! Кристен Нан. Представьте, приходите вы в спортзал, а там на соседнем тренажере вот такая необычная девушка. Ваши действия? Понимаем. Инстинктивно вам наверняка захочется убежать, но не торопитесь с выводами. На самом деле за грозной внешностью Кристен из американского Канзаса скрывается очень жизнерадостная и дружелюбная девушка. Это слышно даже по ее бархатному и совершенно не грубому голосу. Просто спортсменка уже почти 20 лет тягает железо в зале и явно выполняет свои тренировки на совесть. До 17 лет американка профессионально занималась футболом, а потом всерьез и надолго увлеклась бодибилдингом. Но одними тренировками в зале Кристен решила не ограничиваться. Благодаря множеству конкурсов она также стала широко известна как фитнес-модель. Чтобы поддерживать такую сногсшибательную форму, девушка тренируется 6 дней в неделю по полтора-два часа. Своими любимыми продуктами Кристен называет не рис и куриную грудку, как большинство качков, а красную рыбу, брокколи и батат. Юлия Винс На первый взгляд перед вами типичная русская девушка. Русые волосы в густых косах, светлые глаза и миловидное лицо. Правда, все кардинально меняется, если посмотреть на тело Юлии. Одни только руки, чего стоят. Недаром в сообществе бодибилдеров и поклонников этого вида спорта красавицу прозвали девушкой с лицом Барби и телом Халка. Она устанавливает мировые рекорды по становой тяге, блистает на азиатских телешоу и давно является звездой соцсетей. Только в Инстаграме за прогрессом спортсменки уже наблюдает более миллиона человек. Девушка впервые начала заниматься в тренажерном зале в 2013 году, чтобы прокачать не только собственное тело, но и уверенность в себе. Тогда никакой программы для тренировок у нее не было. Однако изменения быстро стали очевидными, а Юлии очень понравилось ощущение невиданной ранее силы и внешний вид окрепших мышц. Так что вскоре она нашла тренера по пауэрлифтингу и решила серьезно посвятить себя этому виду спорта. Уже через два года о девушке знала все фитнес-сообщество России, а потом и мира. Сегодня девушка приседает со штангой весом 235 килограммов, жмет от груди 140 и поднимает 190 в становой тяге. Для того, чтобы держать себя в форме, Юлия тренируется пять раз в неделю, причем в один из дней к силовым тренировкам обязательно добавляя час-два кардио. Энергетическая ценность ее дневного рациона составляет около 3000 калорий. Никаких быстрых углеводов, зато много куриной грудки, яичных белков, батата, коричневого риса и полезных жиров. Европа Пхоумик История следующей героини нашего видео не из простых. Даже начинается она как сюжет приключенческого фильма. Молодая звезда женского бодибилдинга, 21-летняя Европа Пхоумик, родилась на борту корабля, от которого и унаследовала свое необычное имя. Детство жительницы Германии с индийскими корнями нельзя назвать спокойным и счастливым. Из-за того, что девочка была низкорослой и полненькой, ее очень дразнили в школе. Неудивительно, что в какой-то момент проблемы с самооценкой привели девушку к депрессии. Но, к счастью, ее всегда поддерживала мама, которая и предложила Европе записаться в тренажерный зал. Так спортсменка постепенно пришла к правильному питанию и развила любовь к тренировкам. Настолько сильную, что вскоре это стало для нее смыслом жизни. Первые выступления Европы на профессиональных конкурсах по бодибилдингу не были очень успешными. Но и это ее не сломило. Благодаря участию в таких мероприятиях девушка встретила своего любимого тренера. А в 2017-м стала самой молодой девушкой, завоевавшей серебряную медаль на азиатском чемпионате по бодибилдингу. Вот что значит сила воли! Кристина Николь Мендоса Для многих любителей мускулистого тела эта девушка является настоящим воплощением идеала. И ради такого результата Кристине Николь Мендоса из Флориды пришлось работать всю свою жизнь. Еще в детстве девушка занималась танцами, чирлидингом и другими видами спорта. Тем не менее, ей не хватало уверенности в себе, поэтому 7 лет назад девушка решила основательно обосноваться в спортзале и довести свою форму до идеала. Как вы понимаете, этим дело не закончилось. Девушке так понравились силовые тренировки, что она тут же бросила все свои оставшиеся вредные привычки и усиленно занялась пауэрлифтингом. Вскоре Кристина уже выступала на серьезных чемпионатах по атлетизму и бодибилдингу, занимая призовые места. Самое крутое достижение девушки на сегодняшний день – это первое место на профессиональном чемпионате Международной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса в Чикаго, который она завоевала в 2019 году. Пять дней в неделю девушка совмещает силовые тренировки на разной группы мышц с полноценным блоком кардио, на шестой выполняет только кардио-тренировку, а на седьмой полностью восстанавливается. Питается Кристина, как и большинство спортсменов, отдавая предпочтение батату, овощам, сложным углеводам и животным белкам. Бека Свонсон Силачка перед тобой – это абсолютная чемпионка в мире женского пауэрлифтинга. Поставленные ей рекорды до сих пор не может побить никто. Присед со штангой весом 387 килограммов, жим лежа на 272 килограмма и становая тяга почти 315. Все началось в 1996 году, когда Бека пыталась начать карьеру бодибилдера. Там ей сказали, что ее объемы слишком велики для этой дисциплины, так что девушка решила махнуть рукой и тягать веса. И не прогадала. Многие считают Свонсон самой сильной женщиной в мире, даже несмотря на то, что карьеру американка уже 15 лет как закончила. Тем не менее, превзойти ее достижения так никто и не сумел. Возможно, это сделает кто-то другой из нашего сегодняшнего видео. Кстати, сама Ребекка после ухода из пауэрлифтинга занялась смешанными единоборствами. Так что, вероятно, в скором времени мы еще увидим ее на крупнейших турнирах ММА. Наталья Кузнецова Тема приема анаболических стероидов среди профессиональных пауэрлифтеров в каком-то смысле запретная. Несмотря на то, что употреблением препаратов грешат многие, открыто признаются в этом единицы. Наталья Кузнецова из Москвы – одна из них. Спортсменка утверждает, что добиться такой серьезной мышечной массы для женщины без дополнительных стимуляторов просто невозможно. И поклонников такая откровенность с публикой только восхищает. Недаром у спортсменки есть фан-клубы во множестве разных стран. Наталья – чемпионка мира, Европы и Евразии, многократная рекордсменка в жиме лёжа, с тоновой тяге и приседе – настоящая звезда социальных сетей. Сама девушка рассказывает, некоторые скептики настолько сомневаются в ее феноменальных достижениях, что даже приходят на спортивные выставки с измерительной лентой. Еще бы, ведь обхват груди силачки составляет почти 130 сантиметров, а бицепса – около 50. Наталья своими результатами очень довольна, правда, признается об одном несовершенстве – маленьких объемах голени. Но уверены, с таким подходом и эту часть тела она вскоре доведет до идеала. Дана Шемеш Эта необыкновенная силачка с самого детства была спортивным ребенком, а после наступления совершеннолетия и вовсе отслужила два года в израильской армии. Однако после возвращения домой и последующего окончания университета многое в ее жизни пошло не по плану. К 20 годам Дана работала на нелюбимой работе, страдала от недавнего расставания и не знала, что делать со своей жизнью. А еще курила и вообще вела не самый здоровый образ жизни. Все изменилось благодаря спорту. Девушка пошла в тренажерный зал для того, чтобы просто сбросить немного лишнего веса, а в итоге влюбилась в бодибилдинг, завоевала множество титулов на профессиональных соревнованиях и даже пошла учиться на персонального тренера. По словам Даны, для нее этот вид спорта – это настоящее искусство, что-то вроде создания живой античной статуи на базе своего собственного тела. И достижениями этой девушки, которая в 30 лет круто изменила свою жизнь и добилась таких результатов, можно только восхититься. Гун Ли Цзяо Кто-то занимается спортом преимущественно в эстетических целях, а кто-то покоряет олимпийские подиумы. Китайская легкоатлетка и толкательница ядра Гун Ли Цзяо – одна из последних. Девушка впервые выступила на Олимпийских играх еще в 2008 году и сразу же завоевала пятое место, а через 4 года взяла бронзу. А вот чемпионкой мира спортсменка становилась уже дважды. Последний раз это произошло в 2019 году на чемпионате в Катаре, где Гун толкнуло ядро на расстояние 19,55 метров. Это очень впечатляющий результат, так что есть серьезные шансы, что свое первое олимпийское золото она возьмет уже на предстоящих соревнованиях в Токио. Ну а нам остается только за нее болеть.